Гриф секретно снят, история заговорит о себе. Один из самых мощных радиоцентров Советского Союза, объект номер 15 или бункер радио имени Александра Попова хотят провести в порядок и сделать в нем крупный музей. Станцию построили в самый разгар Второй мировой. Проекты лично курировал Лаврентий Берия. Волны Куйбышевского вещания охватывали весь мир, борясь с нацистской пропагандой. Центр находится в Красноярском районе Самарской области, поселке Новосемейкино. Какую ценность представляет знаковая постройка? И когда здесь планируют открыть двери для посетителей, расскажет Владимир Маркин. Эти стены словно посылают сигнал из прошлого. Низко- и высокочастотные волны здесь уже не постояльцы. Радиоцентр имени Александра Попова в годы Второй мировой войны был одним из важнейших объектов всего Советского Союза. Радиовышки этой знаковой постройки не раз перехватывали вражеские сообщения. Сооружение долго функционировало и после Великой Отечественной. Жизнь внутри мощнейшего радиоцентра в мире словно замерла. Даже немного напоминает постапокалиптичную картину. Но буквально 50 лет назад здесь на глубине в 22 метра кипела работа. По рельсам вагонетки доставляли в каждый из боксов многотонные трансформаторы. Полностью строительство радиоцентра завершили в 1943-м, хотя пробное вещание состоялось годом ранее, в 42-м. В довоенные годы площадкой для сверхмощной станции могла стать территория под Курском. Проект уже был разработан советским радиофизиком и инженером Александром Львовичем Минцем. Но с началом войны планы пришлось кардинально менять. Решение – перебазировать объект под Куйбышев. Сигнал волн опоясывал планету. Его ловили в Европе и даже Америке. В то время нельзя было диктору что-то говорить во время пробных передач. Поэтому играли тогда, транслировали, как в архивных данных, запетые куплеты Утесова, как хорошо прекрасные маркизы. И вся Европа слушала вот эту музыку. Затраты на строительство феноменальные, сроки кратчайшие. Ход возведения лично курировал Лаврентий Берия. Перед самым завершением обстоятельства усложнили задачу. Из-за сильного тумана бомбардировщик ТБ-3 снес одну из мачт. Пришлось экстренно восстанавливать. Волны Куйбышевского радиоцентра перекрывали дыхание нацистской пропаганды. Мир слышал голос Советского Союза. Длительное время информация о нем была под грифом «секретно». В 2005-м станция прекратила свое вещание. Через пять лет снесли вышки. Теперь эту знаковую постройку хотят сделать туристическим центром. Инициативу выдвинули представители Общественной палаты Самарской области. Красивая такая история для развития нашего туристического бренда Самарской области. Сегодня Общественная палата, Общероссийский народный фронт, наше туристическое сообщество, взаимодействие с органами исполнительной власти, огромное спасибо с администрацией нашего Красноярского района. Мы приехали для того, чтобы данную концепцию по возможности дошлифовать. Многометровые коридоры радиоцентра планируют отреставрировать. Рабочие кабинеты и технику максимально приблизить к той обстановке, что царило на станции более 70 лет назад. Владимир Маркин, Сергей Александров, Новости губернии, Красноярский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова